Гринпис Акция «Гринпис» в Арктике была призвана привлечь внимание к хищнической политике «Газпрома». В итоге в СИЗО оказалось 30 экологов, экспертов и журналистов, принявших участие в этой акции. Всем им инкриминируется пиратство – абсурдная статья, приравнивающая мирных экологов к бандитам. Политика, бессмысленная и беспощадная, ворвалась в жизнь тех, кто избегал с ней соприкасаться. 5 октября в Москве, на территории так называемого «Гайдпарка», неравнодушные граждане совместно с «Гринпис» вышли на большой пикет, чтобы привлечь внимание к политическому беспределу российских властей. Ситуация совершенно… Ну, мне это напоминает театр абсурда, я больше не могу других слов сказать, потому что ни один человек, с кем мне приходилось общаться, Насколько я понимаю, даже некоторые исследователи, они до конца не понимают, что вообще происходит, почему вот это все происходит, потому что обвинение в пиратстве, оно настолько… Ну, оно ограничено с безумием, да, потому что ни по каким законам, ни по российски, ни по международным, признаков пиратства не было, как таковых. Я не говорю уже обо всем остальном, но только хотя бы о том, в чем их обвиняют. Вот, на самом деле, ситуация сложная, ребята в очень разном положении находятся. Понятно, что люди, которые родились в Советском Союзе, им несколько легче в тюрьме, они, ну, не знаю, на генетическом уровне, на каком-то, но, видимо, уже впитали с молоком матери то, что у нас, у нас может быть всякое. А для иностранцев, особенно для девчонок, это, конечно, шок полный, потому что такого, такого они, ну, настолько не предполагали в своей жизни. Вот, кстати, у меня в руках портрет капитана, это совершенно уникальный человек, Питер. Он 30 лет уже с Гринпис, он был капитаном корабля, того самого знаменитого Rainbow Warrior, который был потоплен в Новой Зеландии французскими спецслужбами, этот самый человек был капитаном корабля. И вот сейчас ему приходится отдуваться, как бы, за всех, потому что он капитан. Его таскают на следственные действия, на корабль, он постоянно в напряжении, он постоянно в наручниках, это ужасно совершенно. А есть шанс освободить ваших коллег, тем не менее? Нет, шанс есть всегда, потому что, насколько я понимаю, уже мировое сообщество все-таки немножко начало обращать на это внимание. Вчера было заявление голландского правительства о том, что они будут подавать иск в Международный арбитражный морской трибунал. Вот, была поддержка со стороны итальянских дипломатов. Значит, насколько я знаю, Украина, Великобритания, США, Аргентина, как минимум вот эти шесть стран, они уже выступились в поддержку того, чтобы ребята освободили. Так что я думаю, что все не закончилось, потому что действительно, ну, только ненормальный человек понимает, что это безумие, что это абсурд то, что происходит. Скажите, пожалуйста, Андрей, это политическая история или все-таки это история Газпрома? Я думаю, что она политическая, да, потому что Газпром Газпромом, но сам по себе Газпром, сам по себе экономика, бизнес, до таких вещей, по-моему, все-таки до такого маразма доводить не должны. Все-таки мне кажется, что тут гораздо более высокая политика замешана, но что там и где, как бы нам пока трудно очень оценивать. Я думаю, что цель здесь наказать, примерно наказать активистов Гринпис, поскольку это была, ну, неоднократная акция, на приразломные уже пытались высаживаться, собственно говоря, их лодки, и Арктик-Си уже не раз подходил туда. Я думаю, это просто согласованное решение Газпрома и Кремля о том, чтобы подобного рода акции больше не повторялись. Они их наказывают именно таким дискрепционным образом. А в Кремле разве не понимают, что они рискуют имиджевыми потерями, финансовыми потерями, или они сошли с ума? Ну, вот смотрите, в рациональной логике, человек в здравом уме, по-моему, это очевидно. Потому что есть прямое следствие от подобного рода действий со стороны правоохранительных органов. Это не только понижение инвестиционной привыкательности компании Газпром, котировка ее акций. Собственно говоря, статусы экологической компании, за которой так борются в мире, особенно углеводородные, добывающие и перерабатывающие компании. Но, видимо, в Кремле логика совершенно иная, обратная, которую мы, в общем, умом понять не можем. Да, потому что, будь это чистый закон, я думаю, статья 20.1 Кодекса об администрации правонарушения была бы достаточной. Пожалуйста, максимальное наказание пока 15 суток и, собственно говоря, дальше возможность наказания этих людей в виде невозможности пребывания на территории Российской Федерации. Но логика нынешнего Кремля, она ведет их дальше. Они пытаются из административного правонарушения опять превратить в масштабное уголовное преступление. Поэтому я не отвечу на вопрос, чем руководится Кремль. Кроме как наказание публичное, кроме как способ торга, я никаких объяснений этому не нахожу. Сегодня Газпром своими действиями сам, даже без гринпис, без общественной организации, делает все возможное, чтобы испортить себе имидж. И в отношениях с Украиной, и в отношениях с Европейским Союзом, и в отношениях с Турцией, и с тем, что сейчас происходит с газовыми проектами в Китае. Ну то есть, пожалуйста, все эти коррупционные вещи вокруг Зенита, вокруг вот этой кукурузы в Санкт-Петербурге, вокруг строительства стадионов. То есть на сегодня Газпром дискредитировал себя, ну просто, ну ниже Плинтуса, как говорят в молодежной среде. И вот плюс еще вот эта ситуация. Казалось бы, нужно понять и прислушаться, да хотя бы к своим пиар-службам. Ну не надо было эскалацию делать. Если у вас все хорошо, пожалуйста, поднимите активистов, наполните чаем, покажите, что все хорошо. Ну о какой опасности можно говорить, если два человека вывесились на 10-метровой стальной стенке, и это могло повредить и привести к разливу нефтепродуктов, тогда эту платформу нужно убирать оттуда, потому что там многомиллионные тонны льда давят на нее со всех сторон. 9-метровые волны. То есть, ребята, вы тогда как-то договоритесь между собой. Полиция появилась через полчаса после начала акции. Людей в форме беспокоила безопасность собравшихся. Дескать, вдруг начнется драка, которая перерастет в межгалактическую войну. Побеседовав с организаторами, полицаи отошли в сторонку бдеть и готовиться к кровопролитному сражению. Правда, пресекать на сей раз никого не пришлось. Даже белых медведей. Гражданином какой страны вы бы не являлись, но если вы замахнетесь на путинское все, в данном случае на Газпром, вас тут же признают террористом, экстремистом и даже пиратом. А с пиратами, террористами и экстремистами Владимир Путин переговоров не ведет. Путинский сортир переместился в Арктику. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.